Всем привет! Сегодня у нас на обзоре подрокоптер XT204. Он очень похож на модель K102 Max. Мне кажется, они отличаются только расцветкой. Сегодня мы проверим по функциональности его, насколько хватает батареи. Ну, я расскажу по управлению. Смотрите, камера в нем такая же, как и в K102 Max, без моторчика. То есть регулируется она вручную. Вы выставляете под каким углом он будет снимать и запускаете. Батарея. Предварительно я просмотрел. Мне кажется, она немножко помощнее. То есть, ну, заполнение получше. Ну, а сегодня мы проверим, насколько ее хватит, сколько он подержится в воздухе. Оснащен он датчиком обхода препятствий. Камера одна и нижняя вторая. Нижняя используется для ориентации в пространстве. Вы можете переключить на нижнюю камеру и посмотреть, что находится внизу. Также вот передняя она основная для съемок. Также нижняя используется для ориентации, для оптического потока, чтобы дрон ровнее держался на месте. Так, давайте я по комплектации быстро пойдусь. В комплекте пульт, дистанционное управление, запасные лопасти, винты запасные, кабель для зарядки, инструкция к дрону и QR-код для скачивания приложения. Включается он кнопкой сверху. Окраска очень красивая, такой карбоновый цвет. К-102 он просто оранжевый, а это, видите, такая красивая покраска. Давайте попробуем подключить его к пульту сначала, а после к телефону и запустим, чтобы проверить, сколько продержится батарея. Включается пульт вот так, с этим тумблером. Для сопряжения нужно сначала вверх перевести, потом вниз. Джойстик левый. Вот связь установлена. Если нажмем вверх, то, видите, запустятся моторы. Теперь подключим дрон к телефону. Для этого можно зайти в настройки сетей, либо войти сразу в приложение. Называется оно Wi-Fi UAL. Вот заходим в приложение, нажимаем сюда и смотрим. Вот появилась доступная сеть, называется Flow 4K. Нажимаем на эту сеть и ждем подключения. Нажимаем сюда подключаться. Вот написано, установлено подключение к сети без доступа к интернету. Назад. Вот видим, что эта сеть подключена. Теперь нажимаем начинать и появляется изображение самого дрона. Вот видите. Сегодня я запишу несколько кадров с нему, для того, чтобы вы могли посмотреть, как он снимает и оценить качество камеры дрона. После этого ставим на ровную поверхность дрон. Телефон я зажму в держатель. Вот так. Чтобы откалибровать дрон, нужно развести стики в них и в стороны. Дрон заменяет. Все, он готов к запуску. После этого, чтобы запустить, нужно нажать на эту кнопку. А, кстати, перед тем, как запустить, давайте включим таймер. Нажимаем старт. Время пошло. Оставляем кошку, для того, чтобы следила за временем. Теперь нажимаем запуск. Дрон поднимается. Держится на месте неплохо. Я бы сказал, довольно-таки стабильно. Почему-то садится батарея. Я его плохо зарядил, наверное. Наверное, я плохо зарядил батарею. В общем, смотрите, давайте быстро тогда расскажу по управлению. Попробуем, как он летает. Но в управлении, ну, он мне понравился. В принципе, вот он довольно-таки стабильно себя ведет. Я сейчас ничего не делаю. И пока не села батарея, давайте снимем несколько кадров. Вот. Нажимаю с фото. Вот, снял фотографию. Теперь давайте видео. Вот, допустил видео. Съемка видео пошла. Сейчас сделаю сработку небольшую. Вот так, отдалю его. Останавливаю съемку видео. Так, ну, оцените сами, насколько качественно он снимает. Дрон бюджетный. Я не текаю надежд. Это чисто просто полетать. Разлетаться, полетать. Но, в принципе, дрон срочно. Как по мне. Для съемок понятно, что лучше что-то серьезнее брать. Вот он сам сел. Продержался он 7-7,5... Короче, почти 8 минут. Но я так и полагаю, что я плохо зарядил батарею. И он намного больше должен был продержаться. Потому что сразу начал опечатать, как будто... Давайте я попробую зарядить батарею. И еще раз протестировать, насколько его хватит. Насколько хватит батареи. И... Ну, чтобы вы увидели все своими глазами. Сейчас я заряжу батарею. Поставлю на пауду. Заряжу батарею. И мы проверим, насколько хватает батарей на полном заряде аккумулятора. Это первое. И еще я хочу проверить обход препятствий. Так, я зарядил дрон. Сейчас попробую еще раз проверить, сколько он поддерживается на одном заряде. Вот, включаю. Запускаю таймер. Так, нажимаю взлет. Вот он взлетел. Сейчас я попробую, как работает обход препятствий. И расскажу вам по управлению, как управлять им. Пока проверяем, насколько хватит батареи. Еще проверим, как он кувыркается. Развороты делать на 360. Вот, смотрите, включаю вход препятствий. Вот, нажимаю вправо, он летит вправо. Подлетает в стене и срабатывает. Сейчас попробую вперед. Вот, отскакивает. Влево. Отскакивает. Мы настроены, он очень близко. Попробую на себя его направить. Вот, облетает. Вот, сейчас буду лететь на себя. Вот, поставил руку, смотрите. Вот он, от меня отскочил. Так, выключу я вход препятствий. Давайте теперь попробуем кувырки. Нажимаю 360. Сейчас, чуть-чуть ее отведу. Нажимаю 360 и влево. Так. Нажимаю 360 и влево. Так, начинает. И все, в батарею. Давайте расскажу по управлению. Смотрите, для того, чтобы поднять его вверх, нажимаете левый джойстик вверх, и он поднимается. Для того, чтобы опустить, нажимаете левый джойстик вниз, и он опускается. Для того, чтобы развернуть его, вот видите. Этим джойстиком вот вправо, влево, управляю назад и вперед. Ну, в принципе, дрон неплохой. Для того, чтобы для игр, для тренировки, для того, чтобы навыки приобрести салатирование. Дрон неплохой. Вот сейчас я ничего не делаю, он стоит на месте. На принципе, довольно-таки с балансированием. Нормально реагирует на управление. Довольно-таки чувствительный. Вот, можно плавно им передвигать. Вот, можно медленно, можно быстро. То есть, довольно-таки послушный. Давайте сейчас дождемся, пока закончится батарея. И посмотрим, насколько его хватит. Зарядки. Датчик настроен близко. Поэтому на высокой скорости лучше на него не рассчитывайте. Может не успеть остановиться дрон. Ну, как бы, датчик сработает, скорее всего. Но дрон может не успеть остановиться. Поэтому, как бы, я редко пользуюсь этой функцией. Потому что, ну, лучше надеяться на себя. Лучше без датчика. Потому что не везде некорректно. Это если вы летите высоко, там, где приземлился. Это если вы летите высоко, допустим, он там, можете включить этот датчик. 8 минут. Ну, как и в первый раз. Вырастает заряда на 8 минут. Если вы летите на высоте, тогда можно включить этот датчик обхода препятствий. Потому что, ну, мало ли, может, птица там какая-то будет лететь или еще что-то. Вы можете не заметить, а он может среагировать. Как бы, ну, для дополнительной страховки. Но лучше стараться, если видите какое-то препятствие, лучше самостоятельно его обходить. Сильно не рассчитывать на эти датчики. Это касается практически любого дрона. Потому что на дорогих дронах не всегда, ну, часто они не срабатывают. И становятся это причиной аварий. Они плохо замечают тонкие какие-то препятствия. Провода могут не заметить. Если там, если стена какая-то стоит или что-то крупное, тогда да, он видит. А если мелкое препятствие, ну, такое. Если вам был полезен этот обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду снимать еще. Если что-то упустил, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Вопросы с удовольствием на них отвечу. Всем пока. Продолжение следует.